В восьмом поединке Мураджон чемпион. Переиграл Даниэля на классе он. Перебил и перескакал от радости. Плакал и танцевал. Фармер в панчеры решил поиграть. Ну, глупый поступок. Не дать, не взять. И вот результат без пояса он. А красавчик Диас теперь чемпион. Люко Андраде говорит, я твой отец. Пойдешь против меня и тебе ***. Девятый раунд. Киллер разбит. В ярости Деметриус. И не такое творит. Что было, что будет. И все, что мы знаем. Зеринг-шоу смотрите. Ведь мы начинаем. Начнем мы обзор поединков прошедшего уикенда с боя, открывшего центральную часть вечера бокса на Meridian at Island Garden Arena, Майами, штат Флорида. Обладатель титулов чемпионов мира по версии WBA с приставкой Super и IBF в первом полулегком весе Даниэль Роман не смог удержать пояса в своих руках, проиграв разделенным решением судей проспекту из Узбекистана Мураджону Ахмадалиеву, проводившему восьмой бой на профессиональном ринге. Знаете, этот бой по праву может считаться не только одним из самых зрелищных и интригующих поединков 2020 года, но и по сути это учебное пособие для того, как побеждать жестких и неуступчивых соперников, которые настроены на нанесение большого количества ударов благодаря высокой квалификации файтера. Мураджон Ахмадалиев показал прекрасную работу ног, замечательную комбинаторику нанесения ударов, хороший тайминг начала атак, великолепную защиту. Проще говоря, Мураджон начал поединок как победитель и закончил его как победитель. Все шансы Даниэля Романа в том, что ему удастся поджать канатом или запереть в углу ринга Ахмадалиева и просто раскрыть и разбить его своими ударами, провалились. Мураджон Ахмадалиев в одну калитку выиграл, по крайней мере, у нас на карте 10 из 12 раундов. Поэтому мы не понимаем, как один из судей мог отдать победу Даниэлю Роману. Мы поздравляем Мураджона Ахмадалиева, который уже в восьмом поединке, вы только представьте, восьмой бой на профессиональном ринге, а он уже обладатель двух чемпионских поясов. Ранее это удавалось только Кори Спинксу. Мы поздравляем самого Мураджона Ахмадалиева, его фанов, с такой замечательной победой и с великолепно проведенным боем. После окончания боя Даниэль Роман, что естественно, заявил о своем желании провести немедленный матч-реванш против Мураджона Ахмадалиева, но это вряд ли произойдет. Согласно акту Али, если чемпион проигрывает обязательному претенденту, немедленный матч-реванш невозможен. И теперь Эдди Хирну остается посоветовать как можно быстрее взяться за организацию возможных объединительных поединков Мураджона Ахмадалиева, либо против обладателя пояса чемпиона по версии WBC Рея Варгаса, либо против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBO Эммануэля Новоретте. И какой бы вариант не был бы выбран, ясно одно, легких боев у Мураджона Ахмадалиева не будет. В главном поединке андеркарта чемпион мира по версии IBF в первом легком весе Тевин Фармер провел пятую защиту своего чемпионского пояса настолько бездарно, что проиграл единодушным решением судей бывшему двукратному чемпиону мира в двух весовых категориях Джозефу Джоджо Диасу. Все мы прекрасно понимаем, что стиль боксера и тактика проведения им поединка зависит от двух составляющих. Первое это те данные, которыми его одарила природа, и второе это приобретенные навыки. Так вот, у Тевина Фармера, во-первых, нет нокаутирующих ударов, у него не настолько великолепная работа ног, весьма посредственные защитные навыки, поэтому и стиль ведения им поединка был довольно-таки незрелищным держаться подальше от соперника, по возможности успевать срабатывать на опережение, либо наносить удары от защиты, ну а если поприжало, то, в общем, клинч тебе в помощь. И вот спрашивается, почему Тевин Фармер решил, что он может выходить в пикировку, либо на открытый обмен ударами против Джоджо Диаса, лично для нас, в общем, непонятно. Джоджо Диаса – это Ришер, для которого в ринге, вот ну как дышать, это возможность наносить большое количество ударов, попросту перерабатывать количеством ударов своего соперника. Причем, неважно, сколько от соперника прилетит в голову Джоджо Диаса, главное, сколько ударов он будет наносить. И в этом случае вот данные Диаса, его ментальность, его стиль и сделали его победителем в этом бою. Он просто переработал Тарвера, который, войдя в пикировку, вот такое впечатление, что он растерялся и не понимал, что ему делать дальше. Он настолько выглядел коряво и просто его становилось жалко в некоторых моментах. Ну а Джоджо Диас просто красавец, несмотря на рассечение левого века, полученное во втором раунде, он сумел не только вот преодолеть вот эту травму благодаря своей команде, но и набирать обороты от раунда к раунду, заслуженно победив единодушным решением судей. По словам Фармера, сказанных им после поединка, защита титула против Диаса была добровольной, поэтому он вправе рассчитывать на проведение немедленного матча реванша. Так что дело за менеджерами и промоутерами боксеров, а также за их умением договориться. В главном поединке вечера бокса на Meridian at Island Garden арена Майами штат Флорида чемпион мира по версии WBO в среднем весе Диметриус Эндрейд в третий раз защитил свой титул, победив техническим нокаутом в девятом раунде в весьма хаотичном, зрелищном и напряженном поединке Люка Киллера. Первый же удар Эндрейда в этом поединке сбивает Люка на канва. С этим ударом Эндрейд явно дал понять всем собравшимся, что он собирается побеждать быстро, зрелищно и жестоко. Но Люк, пропустив удар, быстро довольно-таки осознанно взял колено, поднялся и продолжил бой, как ни в чем не бывало, показав, что у него не только крепкая голова, но и сильный характер. И даже во втором раунде, когда Эндрейд сбивает его более акцентированным боковым, Люк не впал в состояние Гроги, быстро поднялся и опять же довольно-таки уверенно закрыл второй раунд. И далее Диметриус начал производить в ринге хаос. Другой характеристики тому, как боксировал Эндрейд, я не могу найти. Он бросал большое количество ударов, добрая часть, из которых летело просто или по защите, либо в никуда. Он просто старался вот этим хаосом забить, сломать и забить соперника, но киллер никак не хотел ломаться. Он отвечал, иногда отвечал довольно-таки неплохо, но опять же, большое количество ударов киллера до цели просто не доходило. Все закончилось в девятом раунде. К началу девятого раунда киллер уже пропускался довольно-таки много ударов и пропущенный в начале несколько ударов от Диметриуса Эндрейда стали той каплей, которая и переполнила вот чашу терпения и стойкости. Люка он раскрылся, поплыл, Диметриус, естественно, бросился добивать и рефери просто вынужден был остановить поединок. Как, на мой взгляд, не самый лучший поединок для Диметриуса, в котором он больше показал эмоции, нежели холодный разум. Естественно, что Диметриус может и дальше довольствоваться малым, проводя добровольные и обязательные защиты против претендентов на свой чемпионский пояс, либо пойти ва-банк и выйти в ринг для проведения объединительных боев против обладателей титулов чемпиона мира по версии WBC Жармала Чарло, WBA Риота Мурата, либо, что скорее всего, чемпиона мира по версии IBF Геннадия Головкина. В майн-ивенте вечера бокса, состоявшегося в пятницу вечером в столице Демократической Республики Конго Киншассе, хозяином вакантного пояса чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, стал местный боксер Илунга Макабу, победивший единодушным решением судей польского проспекта Михала Чесляка. Михал просто не имел шансов победить в этом поединке. И дело совсем не в том психологическом давлении, граничившем с террором, который оказывался на него самого и на членов его команды. Михал просто не имел инструментов, ни знаний, ни навыков для того, чтобы прежде всего переиграть Илунга Макабу, а потом, возможно, и нокаутировать его. Михал побежал вперед. И при душной, и жаркой погоде, естественно, его функционал уже к концу третьего раунда сошел на нет. Он даже перестал не только боксировать, он даже перестал думать. И красноречиво об этом говорит фрагмент в четвертом раунде, когда Илунга Макабу наносит удар ниже пояса, и поведение Михала трудно назвать разумным. Если команды рефери, стоп, не прозвучало, поединок ты должен продолжать. Почему Михал решил, что, в общем, время в раунде остановлено, непонятно, впрочем, за это он и поплатился. И в пятом раунде тоже весьма непонятная ситуация произошла, когда Илунга просто запутался в своих ногах и оказался на конвасе. И в том и в другом случае работа рефери была отвратительная. Да и вокруг ринга все было довольно-таки отвратительным. Время в раундах то уменьшалось, то увеличивалось, в зависимости от того, что нужно было Илунгам Макабу. Но даже, опять же, повторюсь, несмотря на это, Илунгам Макабу победил в этом поединке. Если несправедливо, то, по крайней мере, он выиграл большинство раундов. И здесь вина, собственно говоря, Михала присутствует, но также можно обвинять и его менеджера Анжи Василевский, который не смог настоять на выгодных для его бойца условиях организации боя. Напомню, что Михал подписал контракт только 25-го числа практически за 4 дня до того, как должен был выходить в ринг. Впрочем, для Михала данная победа это большой опыт, действительно большой опыт и понимание, как менять свой стиль, к чему обучаться на ново, что нужно менять. И мы считаем, что вот этот проигр все-таки позитивно скажется на Михале. Ну, а Илунга Макабу побеждает и поздравлять его с этой победой как-то язык не поворачивается. И теперь Илунга Макабу, скорее всего, проведет обязательную защиту своего чемпионского пояса против обладателя титула серебряного чемпиона мира Табиса Мчуму. И вряд ли стоит ожидать какой-либо интриги в этой весовой категории по крайней мере до осени, пока между собой не разберутся Брейдис и Дортикус и Головацкий Соколе. Хайлайты поединков прошедшего уикенда вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам, которые расположены под описанием этого видео. А сейчас с вашему вниманию мы представляем маленькие новости большого бокса. Все разговоры о том, что франшизный чемпион по версии WBC в среднем весе Сауль Альварес приедет 23 мая в Токио, чтобы провести там поединок против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Риота Мурата, так и оказались просто слухами. Напомним, что мы уже говорили, что Сауль Альварес пока не собирается возвращаться в Мидлвейд и будет продолжать свою карьеру во втором среднем весе, где он обладает поясом чемпиона мира по версии WBA. И, скорее всего, в мае его ожидает поединок против обладателя титула чемпиона мира по версии WBO Билли Джо Сондерса. Бывший контендер хэви-вейт Артур Шпилько вернулся к истокам. Напомним, что начинал свою профессиональную карьеру Артур в Крузервейте, где и провел пять поединков. К сожалению, в хэви-вейт его постигла неудача, поэтому он возвращается в первый тяжелый вес, где, по его словам, уже к концу этого года он собирается стать чемпионом мира, а в 2021 собирается повторить успех Александра Усика, то есть собрать в своих руках все четыре титула чемпиона мира по версиям основных боксерских организаций. Начнет воплощение своей мечты Артур с поединка, который он проведет против украинского гейткипера Сергея Радченко седьмого марта в польском городе Ломжа, где, кстати, проведет свой поединок и Федор Черкашин, проспект среднего веса, что выйдет в ринг против бывшего чемпиона мира Сэма Солеймана. Национальная атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала желтоголового Ваню Редкоча за нарушение правил, которые он допустил в поединке против Дэнни Гарсии. Если вы помните, Иван в одном из раундов укусил Дэнни за плечо. Наказание довольно-таки жесткое. Ваня лишен лицензии на год. Он приговорен к 10 тысячам долларов штрафа и его гонорар в 300 тысяч, который он уже успел получить, должен быть отозван. Конечно же, Ваня может прийти на заседание комиссии и оспорить данное решение, но, увы, насколько нам известно, изменять свой вердикт руководство Национальной Атлетической Комиссии штата Нью-Йорк не собирается. Ваня, конечно же, может пойти в суд и там попытаться добиться своей правды, но между нами девочками откуда у него деньги для того, чтобы вести судебное разбирательство. Обладатель пояса чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис следующий свой бой проведет против обладателя подобного титула только в первом легком весе Лео Санта-Крус. Ожидается, что поединок состоится в мае в Лос-Анджелесе на арене Степл-Центр. Напомним, что Джервонта Дэвис называется главным соперником для Василия Ломаченко при условии, что Василию удастся победить в объединительном бою Теофима Лопеса. Стало известно, что 28 марта в КВБ обладатель титулов чемпиона мира по версии WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет обязательную защиту своих чемпионских поясов против китайского боксера Фан Лунь Мэня. Напомним, что изначально именно китайские промоутеры победили в торгах, но вынуждены были отказаться от организации поединка в Китае по причине того, что там свирепствует коронавирус и организатором боя к его удовольствию стал Боб Арум. Также Боб Арум станет промоутером боя чемпиона мира по версии WBA и IBF в первом полусреднем весе Джоша Тейлора, который проведет обязательную защиту против Апиноа Хон Сонга. Напомним, что изначально торги для проведения этого поединка выиграл промоутер Сэмсон Линкович, но, увы, у него, как оказалось, нет денег, чтобы заплатить все необходимые взносы руководству Международной боксерской федерации. И вот таким чудесным образом Боб Арум собирается организовать поединок Джоша Тейлора в Великобритании и в андеркарте этого боя свой поединок проведут чемпион мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес против обязательного претендента на его пояса Виктора Постола. В субботу рано утром в Швепорте это штат Луизиана в ринг вернулся в проспект второго полусреднего веса Тарас Шелестюк и он победил единодушным решением судей в довольно-таки конкурентном бою аргентинца Луиса Альберта Верона. А в субботу вечером в Калининграде обладатель титулов молодежных чемпионов мира по версии WBO и WBC Уэлтервей украинский боксер Карен Чухаджан деклассировал и разбил в 10 раундах российского проспекта Сергея Воробьева обещавшего накануне в своем инстаграм разметелить Карена Чухаджана и нокаутировать его своими апперкотами увы не удалось Карен повторюсь просто деклассировал российского бойца у которого увы просто не оказалось ни знаний ни умений чтобы победить Карена И большое вам спасибо дело в том что YouTube канал The Ring Show набрал свою первую тысячу подписчиков и это благодаря вам вашему вниманию и вашей поддержке теперь перед нами открываются как новые перспективы так и толчок к тому чтобы идти к новым свершениям теперь следующая наша цифра это 5000 подписчиков и я очень благодарен всем кто нас поддержал обзор поединков предстоящего уикенда мы начнем с главного боя вечера бокса который состоится в пятницу вечером 7 февраля на арене Роберто Дюран Панама Сити право временного обладания титулом чемпиона мира по версии WB наилегчайшем весе разыграют между собой бывший обладатель временного правовладения поясами чемпионов по версиям WBC и WBA весьма опытный Луис Концепсион и весьма жесткий неуступчивый Ришер Роберто Баррера и главное что победитель этого боя станет обязательным претендентом для защиты Артемом Далакяном своего чемпионского пояса Концепсион безусловно опытный квалифицированный боец который к сожалению в своих последних боях показывает то что он быстро устает и уже к середине к пятому шестому раунду выглядит малоактивным и больше работает над тем чтобы не пропустить ожидая когда его батарейки подзарядятся и он сможет атаковать сериями там в два в три удара и потом снова переходить с защитным действием вот где-то к середине раунда вот для дрочливого молодого и полного сил Роберто Барреры и придет время когда он будет все более и более бросаться вперед с большим количеством довольно-таки плотных ударов стараясь заморозить раскрыть и разбить Концепсион в принципе Концепсион может пройти полную дистанцию у него повторюсь опять же для этого опыта больше чем достаточно но мы склоняемся к тому что ближе к чемпионским раундам Концепсион таки проиграет скорее всего техническим нокаутом в субботу вечером 8 февраля нас крайне заинтересует первый поединок на профессиональном ринге Виктора Выхреста который войдет в профи под именем Виктор Фауст выйдя в ринг в шести раундах хэви-вейт против весьма неуступчивого белорусского джернимена Андрея Мазыкина этот вечер бокса состоится на ЭВС арена немецкого города Геппинен в этом поединке мы не видим особой интриги Андрей это довольно-таки опытный зрелый боксер хороший семьянин для которого проведение поединков возможность заработать деньги для себя и своей семьи поэтому ему не надо прыгать выше головы для него самое главное пройти максимально большее количество раундов и не травмироваться чтобы иметь возможность довольно-таки быстро провести следующий бой и заработать в нем определенное количество денег естественно Андрей будет стремиться создать для Виктора какой-то дискомфорт и здесь все зависит от того с какой ментальностью Виктор войдет в ринг если он войдет как боксер аматор мы увидим много сумбура много ненужных действий но а если Виктор уже все-таки готов к тому чтобы вести поединок как настоящий профессиональный хотя и начинающий боец мы увидим довольно-таки зрелищный и жесткий бой в любом случае для Виктора самое главное это победа ну а какой уже она будет дело собственно говоря второе в байн-ивенте вечера бокса на ИВС арена обладатель пояса чемпиона по версии международной боксерской организации в Крузервейт южноафриканец Кевин Лерина в седьмой раз защитит свой титул против опытного и стойкого джорни-мена Феррата Арслана и интересно что Кевин Лерина будет впервые проводить защиту своего чемпионского пояса вне ЮАР проводя второй поединок за границей Кевин Лерина боец не очень высокого класса бокса но с прекрасной функционалкой и физикой благодаря которым он и перерабатывает своих соперников постепенно стирая их своими ударами и в поединке против Феррата Арслана вряд ли тактика и стратегия и приемы бокса у Кевина будут какими-то иными он будет спокойно выходить на среднюю дистанцию и продолжать уже атаку с тремя четырьмя довольно-таки плотными ударами мы предполагаем что до середины боя Феррат Арслан еще будет показывать какую-то оппозицию какую-то активность но постепенно он начнет пропускать все больше и больше и где-то в раунде восьмом девятом поединок скорее всего будет остановлен в субботу 8 февраля вечером на ринге установленном в центре комплекса Парковый обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA в налегчайшем весе Артем Далакян будет проводить четвертую защиту своего чемпионского пояса против 12 номера рейтинга Хасбера Переса мне до сих пор непонятно как Перес чьи победы над соперниками у которого в рекордсе 1-2 боя либо проигрышей куда больше чем побед смог дойти до 12 номера рейтинга неужели в этой весовой категории настолько все плохо и бедненько для Артема Далакяна подобный соперник это даже не мисс матч это вообще непонятно что и Артем Далакян понятное дело он выходит в ринг против того бойца которого выводят против него в ринг но здесь победа Артема Далакяна должна быть вообще в первых трех раундах а если Артем войдет четвертый раунд то это уже будет минус для репутации Артема еще раз скажу посмотрите бои Переса они есть в интернете и вы сами поймете что этот поединок даже и на йоту назвать конкурентно способным язык не поворачивается завершимая предстоящий уикенд бокса воскресенье рано утром двумя поединками которые состоятся на пипл центр арена Эленттаун штат Пенсильвания в главном поединке андеркарта вакантный титул чемпиона мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе разыграют бывший обладатель этого чемпионского пояса а ныне занимающий вторую строчку рейтинга Гульермо Ригондо и боец расположившийся на первой строчке рейтинга Либирио Солис на наш взгляд этот поединок вполне заслуживает характеристик зрелищной и интригующей Ригондо в свои 39 лет показывает то что у него высокий класс бокса сопровождаются и довольно таки быстрыми действиями как в защите так и в атаке работа ног как всегда замечательна у него по прежнему в варежках полно динамита и он может нокаутировать своих соперников для Солиса это будет довольно таки большой вызов и мы надеемся что Солис который любит хорошую драку заставит Ригондо поработать ну и конечно же вот в этом противостоянии мы поставим на победу Ригондо будет ли она решением судей либо техническим нокаутом мы точно сказать не можем но мы верим в то что Гуилермо Ригондо станет обладателем чемпионского титула И в Майн-Ивенте вечера бокса на People Center Arena обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе Гэри Рассел попытается шестой раз отстоять свой чемпионский статус выйдя в ринг против действительного чемпиона мира по версии международной боксерской организации и обязательного претендента по версии WBC монгольского панчера Тон Сонг Намбая Рына Тон Сонг очень жесткий боксер он умудряется с дальней дистанции забрасывать свои тяжелые и акцентированные удары по цели заставляя соперников застывать на месте после чего мгновенно переходит в атаку с еще более акцентированными и жесткими ударами это должно заставить Гэри Рассела основательно поработать Гэри Рассел конечно же должен показать великолепную работу ног поскольку если он застоится на месте он может пропустить бомбовые удары от своего соперника ему конечно же придется поработать очень мощными контрпанчами чтобы сдерживать Тон Сонга на дальней дистанции в принципе Гэри Рассел достаточно квалифицированный боец обладающий очень огромным опытом и знаниями и он может переиграть Тон Сонга на полной дистанции победив решением судей но также давайте не исключать того что у Тон Сонга есть очень большая вероятность все-таки заморозить и разбить Гэри Рассела где-то ближе к чемпионским раундам вот вот и все о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show заходите на наш YouTube канал подписывайтесь на него делитесь нашими видео жмите на колокольчик чтобы быть в курсе всех событий также оставляйте свои комментарии и реакции и конечно же если сможете помочь нам в развитии нашего проекта мы вам будем очень благодарны а вот как это сделать вы можете прочитать в описании этого видео ищите нас в социальных сетях и пабликах Telegram Viber Instagram Twitter становитесь нашими друзьями на Facebook пишите нам по адресу электронной почты The Ring show собака gmail.com и конечно же мы приглашаем вас посетить наш информационно аналитический ресурс theboxing.com.ua и помните где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось все всегда будет бокс «Оттакай» 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 »